Под автомобильным путепроводом, соединяющим улицу Юности и проспект 60-летия Октября, на железнодорожных путях обнаружен мёртвым молодой хабаровчанин. Из-за этого было остановлено движение поездов в западном направлении. Убирать тело до официального осмотра следственной группой с путей нельзя. Первым незапланированную остановку сделал пассажирский состав сообщением Владивосток-Благовещенск. Сотрудники милиции и медики уже стояли. Они махнули остановку и остановились. А вам не сообщал никто, что здесь тело лежит? Дежурный по станции тоже сказал, что осторожнее едьте, там в колее человек лежит. Пассажирский состав был задержан как минимум на час, не доехав до станции Хабаровск-1 всего несколько километров. Осмотр тела показал, мужчина вряд ли был сбит составом. Отсутствовали характерные травмы. Железнодорожники выдвинули две версии. Я знаю, что по моему опыту, что человек не попал под подъезженную составу. Или оттуда упал, или притащили. Личность погибшего установили сразу же. Им оказался мужчина 1980 года рождения. В краевом центре он жил вместе с семьей. В управлении Следственного комитета на транспорте версию катотравмы, падение с высоты, подтвердили. Со слов родственников погибшего, он являлся инвалидом второй группы, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время следственными органами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие уже располагает показаниями очевидцев, которые действительно видели этого мужчину. Он и правда шел по автомобильной эстакаде. Есть ли в этом деле криминальная подоплёка, устанавливается. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Павел Рогатин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова